Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева-Черкесия. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии Карачева-Черкесии навестили воспитанников Республиканского дома-интерната для детей-инвалидов в микрорайоне Московский от Жигутинского района. Гости поздравили работников сферы социальной защиты населения с профессиональным праздником. В мероприятии участвовали представители республиканских министерств, районной власти и общественных организаций. Старший помощник начальника группы по военно-политической работе капитан Николай Морозенко поздравил коллектив социального учреждения с профессиональным праздником и выразил признательность за неоценимый вклад в воспитание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Специально для гостей ребята подготовили небольшую концертную программу с песнями, стихами и танцами. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим. В республике проходит акция «Судебные приставы детям» дан старт специальному проекту о взыскании алиментов. И сегодня гость нашей программы – судебный пристав, исполнитель Черкесского городского отделения судебных приставов в Акрачево-Черкесии Людмила Чучаева. Здравствуйте, Людмила! Сегодня у нас такая важная, актуальная и для многих людей очень такая, можно сказать, неразрешимая проблема и тема – это алименты. Скажите, пожалуйста, как можно по закону подать на алименты? Если отсутствует соглашение об уплате алиментов, взыскательница может подать и в суде обратиться в приказном варианте, или же подать исковое заявление. В первом случае решение получается судебный приказ о взыскании алиментов, который выносится судьей единолично. Во втором случае выносится решение суда, выдается исполнительный лист и взыскательница при получении исполнительного листа обращается в службу судебных приставов для принудительного исполнения. А можно ли изменить размер алиментов? Изменить размер алиментов можно при изменении материального и семейного положения. Любая сторона и должник может обратиться, и взыскательница имеет право обратиться. То есть нужны основания, если изменилось там семейное положение, или замуж вышла, или что у нас на практике больше часто встречается, что должник женится второй раз, у него семья, у него дети в новом браке, и он обращается в суд за изменением, за уменьшением размера алиментов. Что нужно делать, если ребенку уже исполнилось 18 лет, то есть он уже совершеннолетний? Если ребенок, на содержание которого уже совершеннолетний, если задолженности нет, то исполнительное производство прекращается в связи с совершеннолетием. По решению суда алименты взыскиваются по день совершеннолетия. Если же в исполнительном производстве все-таки имеется задолженность по алиментам, текущие алименты исполнительного производства прекращаются, вносится постановление о расчете задолженности по алиментам, и возбуждается новое исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам. Там, получается, предмет исполнения меняется. Не ежемесячные платежи, а задолженность по алиментам. Какое наказание грозит тем должникам, которые уклоняются от алиментов, которые не выплачивают их? При неуплате алиментов должник в первую очередь привлекается к административной ответственности. Когда же наступает этот административный период? Два и более месяцев с даты возбуждения исполнительного производства, если должник не платит алименты, вносится постановление о расчете задолженности, если имеется задолженность, должник привлекается к административной ответственности по статье 5.35 КОАП РФ. Какие последствия, то есть решением, постановлением суда, он привлекается от до 115 часов обязательных работ, или же санкция идет от 10 до 15 суток административный арест, если должник не может, к этому должнику не может применяться ни обязательные работы, ни административный арест, то есть, например, если должник имеет инвалидность, то к нему применяется административный штраф в размере 20 тысяч рублей. А вот бывают же такие ситуации, когда неизвестно, где находится должник, что нужно делать в таком случае? Если неизвестно местонахождение должника, то в отношении этого должника судебный пристав-исполнитель, у которого на исполнении находится исполнительное производство, взыскание алиментов, объявляет в розыск, вносит постановление об объявлении в розыск. Розыском занимается судебный пристав-исполнитель по розыску, проводит розыскные мероприятия. Если должник находится в розыске уже более года, и судебный пристав по розыску дает справку, уведомляет взыскателя, что не находит никакие розыскные мероприятия, не дали результат, если должника не находит, то судебный пристав по розыску уведомляет взыскателя, что она имеет право обращаться в суд, чтобы должника признали без вести отсутствующим. Людмила, скажите, вот если в семье, допустим, не один ребенок, их несколько, двое, трое, как в таком случае платит алименты бывший супруг? Размер алиментов устанавливается, если у должника есть стабильный официальный доход, то согласно семейному кодексу на содержание одного ребенка устанавливается размер 1,4 части от доли заработной платы или иных доходов. Если у должника два, двое детей, тогда одна третья части. Если трое и более детей, тогда одна вторая половина зарплаты или иных доходов. Какие алименты должен платить супруг, если он нигде не работает? Это первая часть моего вопроса. И второе, если ребенку уже 18 лет, но нетрудоспособный, что нужно делать в таком случае? Если у должника нет стабильного дохода, то есть он нигде не работает, не является пенсионером, тогда взыскательница обращается в суд о взыскании данного должника в твердой денежной сумме. Там в основном у нас на практике получается, что решение выносится в соразмерности прожиточного минимума по Карачаево-Черкесской республике. Бывает так, что по каким-то причинам родитель лишен родительских прав. Он должен тогда платить алименты? Лишение родительских прав не освобождает от уплаты алиментов. В своем случае родитель, который лишен родительских прав, он не имеет права получать привилегии от государства, но способен, если имеет детей, получать какие-то льготы. Он уже не получает. Он подавать на этого ребенка, на алименты, как престарелый родитель, тоже не имеет права, но лишение родительских прав не освобождает от уплаты алиментов. Ну что же, Людмила, я благодарю вас за полную информацию. Спасибо вам и удачи в работе. На этой неделе в День России проходили праздничные мероприятия. Из амфитеатра Черкеска Дарья Тандит. Ежегодно этот день жители республики встречаются с особыми эмоциями. Зрители собирались возле амфитеатра еще до концерта. Каждому пришедшему на мероприятие раздавали флажки и ленточки, символизирующие единство нашей большой и великой страны. Россия – наша родина, наш дом, и мы ее очень любим, отмечают жители. Очень люблю свою страну. Россия для меня – это все, это моя жизнь. И Россия навсегда в сердечке. Такой яркий праздник, мне очень нравится. Мы очень ждем всегда этот праздник, потому что это действительно праздник. И настроение, конечно, хорошее, летнее, праздничное. День России – это с большой буквы наша родина. Мы должны ее чтить, мы должны ее ценить, чтобы у нас было мирное небо. Торжественное мероприятие открылось по звучанию гимнов России, Карачаева-Черкесии, а после для зрителей концерта выступили артисты Госфилармонии. Зал наполнялся звучанием любимых мелодий и патриотических песен о любви к России и к нашей малой родине. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На протяжении всего концерта сохранялась праздничная атмосфера, наполненная патриотизмом и отличным настроением. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. В Черкесске проходил региональный этап всероссийских президентских соревнований. Среди школьников поддержать будущих чемпионов пришли почетные гости, руководители общественных организаций. Подробнее Майя Хамдухова. Школьный спорт как место силы для детей. Именно там закладывается спортивное воспитание, здоровый образ жизни и стремление к победе. Поздравить участников с торжественным открытием пришли почетные гости. Заслуженные мастера спорта, представители общественных организаций, руководители отделов образования и судей соревнований. К пожеланиям спортивных побед и высоких достижений присоединилась Инна Кравченко, министр образования и науки Карачаева-Черкесии. Спортивные успехи – это успехи в жизни. Поэтому, ребята, занимайтесь спортом. И сегодня я желаю, чтобы золото спортивного состязания, президентского состязания досталось самой сильной, ловкой команде. С праздником, дорогие ребята! Всего в соревновании участвовали более ста школьников из разных населенных пунктов республики. Командам предстояло пройти несколько испытаний. Теоретический конкурс, эстафетный бег, спортивные многоборья и подвижные игры. Участвует класс команды с каждого муниципалитета. Всего у нас 12 муниципалитетов, учитывая городские округа. Участвуют класс команды городские, у них отдельный зачет, три команды и сельские. В городских командах участвует 12 учеников, а в сельских – шесть. Во славу спорта и во имя чести своих команд участники состязаний давали торжественную клятву. Я обещаю, что мы будем участвовать в президентских состязаниях, уважая и соблюдая правила, по которым они написаны. Победителями президентского спортивного состязания стали команды Черкеска, Карачаевска и Усть-Джигуты, а также сельские команды Ногайского района, Хумары и Аула Инжичекун. Призеры регионального этапа получат путевки на соревнования, которые пройдут в детском центре «Орленок». Там будет для вас представлена прекрасная программа. В течение трех недель вы будете выступать на соревнованиях, будете участвовать в мастер-классах и, думаю, с достоинством будете защищать честь своей республики. Президентские состязания – это самые массовые соревнования у нас в России. Майя Хамдохова, Мухаммед Ашубокая, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск вестей подошел к концу. Приятных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok